Сейчас у меня предложение послушать подлинное учение Христа. Давайте послушаем. Сможешь, Витя, там организовать? Сможешь, Витя, там организовать? Сможешь, Витя, там организовать? Помочь разобраться и, наконец, поставить точку в этом вопросе. Однако вот уже много веков их упорно не желают предавать огласки. Создается впечатление, что кто-то умышленно пытается скрыть от людей правду. Но сегодня в руки исследователей попали дополнительные повествования о жизни Иисуса, совершенно случайно обнаруженные в последние десятилетия. Эти чудом сохранившиеся бесценные свидетельства, ставшие важным дополнением к уже имеющимся текстам, позволили восстановить истинное учение Христа, не дожидаясь, пока Церковь соблаговолит обнародовать свои секретные материалы. Благодаря уникальной работе современных специалистов, сумевших соединить между собой и расставить в логической последовательности лучшие мысли и высказывания Иисуса, Сегодня его слова впервые зазбучали как живое, цельное, а главное доступное и понятное учение. Истинное учение Иисуса Христа, восстановленное по священным писаниям и сохранившимся священным преданиям. Самые маловерные из вас те, кто более других молятся и думают, что от того им более других дано будет, ибо сами не разумеют, во что верят, словно попрошайки ни на что иное не способные, униженно молят об исполнении своих желаний. «Что клянчите вы у Бога? Или думаете, ошибался Он, послав вам то, что имеете, и поучать Его хотите, как ошибку ту Ему исправить должно? То значит, неразумен ваш Бог. По что Его тогда Богом называете? Зачем в Него верите и молитесь Ему? Зачем? Сами вы не знаете, чему кланяетесь, и мало в вас веры истинной. Говорю же вам, что быть маловерным хуже, чем не верить вовсе, ибо Бога, отрицая, к Богу придешь, потому как в какую бы сторону на земле не пошел ты, все равно к океану выйдешь. Но если слаба вера твоя, то не идешь ты никуда, лишь из стороны в сторону качаешься. «Кого слушать, и кому поклоняться ходите вы в храм? И кто самые почитаемые люди в нем? Книжники, фарисеи, первосвященники? Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники. И хуже того, ибо не хлеб и не золото ваше крадут, но саму жизнь вашу. Устами своими и языком чтут Бога, сердце же их далеко от Него отстоит. И уподобляются окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. И затворяют те лицемеры Царствие Небесное человеком, ибо сами в Него не входят, и хотящих войти не допускают. И любят, чтобы люди называли их Учитель, Учитель. А вы не называйте их Учителями. Они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. И веками скрывают они ключи от истинных знаний и подменяют их полуправдой, которую наряжают в одежды истины. А оттого она опаснее и страшнее, чем ложь. Бог недалеко от каждого из нас. Но не должны вы думать, что найдете Его в описаниях или изваяниях, получивших свой образ от искусства и вымысла человеческого. Ибо тогда поклоняться и служить будете, твари вместо Творца. Всевышний не в рукотворных храмах живет, и не требует Он служения рук человеческих, ибо ни в чем нужды не испытывает. Небо – престол Его, и земля – подножие ног Его. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, и Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. И ни фальшивых сокровищ, ни земных благ просите у Отца Небесного, как грешники просят, но одного, чтобы прямыми сделал стызи, ведущие в Царствие Его, дабы увидели бы Всевышнего при жизни своей земной. Ибо если не увидишь Бога при жизни, не увидишь и после. Я желаю дать вам веру в самое существование Царствия Божия, где все пребывает в вечной радости и блаженстве, дабы вера-то зажгла в вас огонь неугасимого желания найти и обрести его. Верить – сладость незрелой моркови вкусить, проверить же меда и спить. Посему не только верить, но проверить на себе, обрести и познать – вот к чему вас призываю. А в то, что познал, верить уже нет необходимости. Если же вера твоя будет лишь костылем для инвалида, мало проку в ней. Я же даю сей костыль больному не для того, чтобы он весь свой век с ним по земле хромал, но чтобы здоровым сделался, а значит, познал Духа Святого и вошел в Царствие Божие при жизни своей земной. Ибо Царствие Небесное всегда здесь, но вы не знаете, как в него войти. И то небо, о котором говорю, внутри вас и вне вас, и Царствие Божие в этом небе и никаком другом. И далеко за ним ходить не требуется, и не скажут, вот оно здесь или вот там. Ибо Царствие Божие внутрь вас есть. И не разумеете сами, какое сокровище в себе скрываете. Но я же удивляюсь тому, как такое большое богатство заключено в такой бедности. Есть некоторые, кто не вкусят смерти, как уже увидят великое Царствие. Но должно вам прежде познать себя. Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и приняты Всевышним. И вы узнаете, что вы дети Отца Живого. И через вас, как и через все создания свои, Он себя являет. Но человек есть главное его творение. Так что скрываете Бога в себе? Явите Его миру и прославьте себя и Создателя. Когда вы познаете себя, тогда себя истинного обретете. И все тайны, что скрыты от вас, откроются вам. Если же вы не познаете себя, тогда вы в бедности, и вы бедность. Если не понимаешь начало, то невозможно понимать и конец. Так и невозможно познать, что вокруг тебя, если не знаешь, что внутрь тебя. Ибо нет тогда и познающего, которому дано разуметь тайны Отца Небесного. И не отделяй небо от земли, ибо оно есть продолжение земли. Так и не отделяй себя от земли, ибо ты есть продолжение ее, а она продолжение тебя. Потому, говорю, ты всему начало и всему конец. И когда увидишь это, тогда увидишь Царствие Божие. Все живое и что неживым представляется, незримо связано друг с другом, и все в отдельности является собой части единого. Горе тому, кто границы на земле учиняет и людей разделяет. Ибо на небе нет границ, и на земле быть не должно. Истинно говорю вам, сие разделение для вражды и раздоров причина. Будь то разделение по границам, или по языку, или по вере, все едино. И если внутри себя разделен человек, то та же вражда внутри него будет, и тьма в нем, и нет покоя ему. Не бойся заблудиться, когда будешь искать свой путь. Лишь самые сильные способны на это. И тех, кто ушел из стада, пастырь любит более других. Ибо только им дано найти заветную дорогу. Нет вины скота в том, что он в загоне находится. Ибо загон тот хозяин для него выстроил. Человек же на свой позор сотворил то, на что не способно ни одно живое существо. Его воздвиг тюрьму себе руками своими, и сам себя в нее поместил. И горе, что дети его рождаются в этой тюрьме. Они взрослеют и не знают другой жизни, кроме жизни отцов своих. И после видеть ее не могут, ибо слепы стали глаза их от мрака заточения. И не видят они никого, кто бы жил по-другому. А потому считают, что их жизнь – единственно возможный способ существования. Ибо если глаза никогда не видели света, то как узнаешь, что ты во мраке? Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но к нетленным сокровищам взор свой обратите. И если истинную силу имеете, то покинут вашу душу земные желания и страсти, коими она словно безумная кипела доселе, и вместе с ними уйдут ложные знания и суждения. Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Вы же заботитесь и суетитесь о многом, а одно только нужно душе вашей, чтобы слово Божие будто семя укоренилось в вас и плод свой принесло. Истинно говорю вам, кто имеет все, нуждаясь в самом себе, не имеет ничего. И не оправдывайте себя исполнением закона. Он дан для маловерных, в которых не вмещается слово Божие, дабы уберечь их от преступлений, покуда не обретут истинного разумения. Заповеди даются для тех, которые слухом слышат и не разумеют, глазами смотрят и не видят. Ибо исполнение закона не может животворить, не приносит благодати и не делает праведником. На это способна только истинная вера, действующая любовью. Вам единственную заповедь даю – любовь. На этой заповеди утверждается весь закон и пророки. И все другие заповеди – дети ее, а она – матерь их. И если матерь в тебе, то и все дети ее в тебе. И по именам их знать нет нужды, когда они внутрь тебя живут, и они – суть твоя. Говорю же вам, возлюби Отца твоего Небесного всем сердцем твоим, всей душою твоею и всем разумением твоим. И не богобоязненным будь, но боголюбивым. Ибо Бог возлюбил тебя прежде, так возлюби же и ты его любовью истинной, любовью, в которой нет страха. Ибо совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Ибо если не любишь ближнего, но говоришь, что любишь Всевышнего, ты лжешь. Будь ты даже первым праведником на свете. И живи по закону Божьему. И языком говори ангельским. И имей всякое познание и всю веру. Но если при этом любви не имеешь и таишь в сердце злобу, пусть даже к червяку ничтожному, то ты лишь медь звенящая, и нет в том никакой пользы твоей душе. Все благие дела – это внешний свет человека. Но не он освещает путь в Царствие Небесное. Но есть свет внутри человека света. И он освещает весь мир. Если он не освещает, то тьма. И даже если раздашь ты все, что имеешь, и тело отдашь на сожжение, но любовь не будет освещать деяния твои, не будет тебе от того никакой пользы. Вы – дети любви, любовью рождены. Не вам ли любовью и стать должно? А стать любовью – значит стать равным Богу, значит Богом стать. Ибо любовь и есть Бог. И нет другой дороги в Царствие Его. Человекам это невозможно. Богу же все возможно. К вам, которым Слово Божие обращаю, вас богами и называю. Так о том и в Писании сказано. Воистину вы и есть боги, только глаза ваши закрыты, и не пробудились вы еще, чтобы войти в славу свою. И если любовь в вас будет, то и Бог в вас будет, и вы в нем. Любовь совершенная и Дух Святой приходят вместе, ибо они едины. Если в тебе любовь, то и Дух Святой в тебе. Если в тебе Дух Святой, то и любовь твоя совершенна. Будьте же чисты, как голуби, и мудры, как змии. Свет, что спасет вас, сами внутрь себя отыщите. И даже если страницы Евангелия утеряны будут, их можно восстановить из сердца.